Всем привет! Это Алёна Романова. Продолжаем говорить о ситуации, которая сейчас сложилась во всём мире. Карантин, коронавирус, COVID-19. И мне хотелось бы провести такую параллель с произведением Альбера Камю «Чума», которое он написал в прошлом столетии, в 1944 году, а опубликовано это было произведение в 1947. Подобрала некоторые цитаты, которые очень отображают вот эти карантинные способы борьбы с вирусом. Стоит сказать, что «Чума», которая описана в произведении Альбера Камю, французского прозаика, философа-экзистенциалиста, писателя, это не просто «Чума как болезнь», это понятно, что и «Чума» в прошлом веке это была борьба с нацизмом, фашизмом. И здесь также есть и, конечно, философский концепт, он показывает вообще чуму, это зло вообще. В романе идёт речь о событиях в городе Аране, это Алжир, как раз когда началась эпидемия чумы в прошлом столетии, и как начался хаос, паника и что происходило. И я вам зачитаю сейчас несколько цитат для того, чтобы у вас, у самих сформировался ваш взгляд на перенесённую эту ситуацию в прошлый век. На этот момент, когда я сейчас начну читать первый цитат, уже прошло около ста дней карантина. После того, как пройдут первые трамваи, город постепенно начинает просыпаться. Открываются первые пивные, где на стойках стоят объявления вроде «Кофе нет», «Сахар приносите с собой» и так далее. Потом открываются лавки, на улицах становится шумнее. Одновременно весь город заливает солнечные лучи, и жара обволакивает июльское небо свинцовой дымкой. В этот час люди, которым нечего делать, отваживаются пройтись по бульварам. Полдень, как по мановению волшебного жезла, наполняются все рестораны, а уже через несколько минут у двери топчутся маленькие группки людей, которым не хватило места. От зноя небо постепенно тускнеет, а в тени огромных маркиз чающие еды ждут своей очереди на улице, которую вот-вот раступит солнце. Рестораны потому так набиты, что они во многом упрощают проблему питания. Но не снимают страха перед заражением. Обедающие долго и терпеливо перетирают приборы и тарелки. С недавнего времени в витринах ресторанов появились объявления «У нас посуду кипятят». Рестораны на тот момент и кафе не были закрыты, но были приправлены вот такими рекламными объявлениями. «Кофе нет», «Сахар приносите с собой», «У нас посуду кипятят» и обеды были. К двум часам город постепенно пустеет. В эти минуты на улицах сходятся вместе пыль, солнце, чума и молчание. Зной без передышки стекает вдоль стен высоких серых зданий. Эти долгие тюремные часы переходят в пламенеющие вечера, которые обрушиваются на людный, стрекочущий город. В первые дни жары неизвестно даже почему на улицах и вечерами никого не было. Но теперь дыхание ночной свежести приносит с собой, если не надежду, то хоть разрядку. Все высыпают тогда из домов. Стараются оглушить себя болтовнёй, громкими спорами, вожделеют. И под алым июльским небом весь город с его парочками и людским говором дрейфуют навстречу одышливой ночи. Со вчерашнего дня в городе зарегистрировано два случая новой разновидности заболевания. Теперь к бубонной чуме присоединилась ещё и лёгочная. И тогда же окончательно сбившиеся с ног врачи потребовали на заседание у растерявшегося префекта и добились принятия новых мер с целью избежать опасности заражения, так как лёгочная чума разносится дыханием человека. И, как обычно, никто ничего не знал. Здесь я предыдущий абзац читала, потому что мне очень понравилось, как литературно пишет автор. На улицах сходятся вместе пыль, солнце, чума и молчание. Похоже, сейчас у нас тоже происходит. И дальше такой философский момент о людях. Люди, они скорее хорошие, чем плохие. И в сущности не в этом дело. Но они в той или иной степени пребывают в неведении. И это то и зовётся добродетелью или пороком. Причём самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему всё ведомо, и разрешающее себе посему убивать. Душа убийцы слепа, и не существует ни подлинной доброты, ни самой прекрасной любви без абсолютной ясности видения. Вот почему, одобряя создание наших санитарных дружин, возникших по почину Тару, следует сохранять объективность. То есть когда вот эта развилась бубонная чума, помимо простой чумы, то было принято решение создавать бригады такие санитарные из тех людей, которые изъявляют желание быть вот этими стражниками порядка. И ходить обследовать районы, и смотреть, где есть заболевшие, где ещё остались крысы и так далее. Здесь есть такой герой-писатель, который переписывает одну и ту же фразу месяцами. Ну, как вы знаете, писатели обычно вставляют свои произведения, романы какого-то такого персонажа, чтобы он снимал напряжение. И вот здесь это писатель. И я вам сейчас зачитываю эту фразу. Писатель Грант, который переписывает её постоянно, и дальше этого начала он не может двинуться. И он торжественно прочёл фразу «Однажды прекрасным майским утром стройная амазонка неслась галопом на роскошном гнедом коне среди полных цветов аллей Булонского леса». Но прочитанные вслух три родительных падежа, заканчивающих фразу, звучали назойливо, и Грант запнулся. «Он удручённо сел на стул, потом попросил у доктора разрешения уйти. Ему необходимо подумать на досуге». Ну и неизвестно, сколько месяцев или лет он будет думать дальше и защититься снова, чтобы выписать красиво эту фразу. Но, как мы знаем, что искусство маленьких шагов делает великую силу. Поэтому, несмотря на карантин, творите, дерзайте, ищите свои новые проекты, свои новые возможности для реализации. И будьте здоровы, берегите себя. С вами была Алена Романова. Ещё услышимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова